Из берёзды всегда делали предметы быта, также её использовали в строительстве. В археологических раскопках 2008 года на Охте в Санкт-Петербурге были найдены грузила и поплавки, датируемые третьим тысячелетиям до нашей эры. Это была речная галька, завёрнутая в прямоугольные берестяные листики, как конфетки. Подобные факты говорят о том, что берёзда – очень долговечный материал, обладающий прекрасной гидроизоляцией. В деревнях очень любили берёзки. Крестьянин возле дома яблони не посадит, а две-три берёзки посадит. Но и бересту использовали повсеместно. Начинают дом строить или церковь, и потом везде, где дерево соприкасается с камнем, положат несколько слоёв бересты. Все знали, замечали издавна, что береста не гниёт и воду не пропускает. Вот для этого и клали, чтобы с деревом ничего худого не случилось. Когда достроят дом или церковь, два слоя тёса положат, а между тёсом проложат несколько слоёв бересты, чтобы крыша не протекала, чтобы дольше служила. Земля Новгородская по праву считается родиной берестяных грамот, благодаря её уникальному культурному слою и значительному числу археологических экспедиций. Подобные находки были обнаружены в Торжке, Смоленске, Пскове, Твери, Москве и Рязани. Но наибольшее количество грамот были найдены в Великом Новгороде и Старой Руссе. Старая Русса известна тем, что здесь любил проводить летние сезоны вместе со своей семьёй Фёдор Михайлович Достоевский. Сюда они приехали на воды, здесь получали лечение Анны Григорьевны, супруга и дети писателя. Воды – это прежде всего старорусский курорт минеральных целебных вод, появившийся благодаря соленому промыслу Рушан в 1828 году. А рядом со Старой Руссой разлилось великое озеро Ильмень. «Ильмень казался бирюзового цвета и напомнил нам швейцарские озёра», – писала в своих воспоминаниях Анна Григорьевна Достоевская. На живописном берегу Ильменья, в селении Коростынь, в XV веке великий московский князь Иван III покончил с междоусобными войнами, подписав судьбоносный Коростынский договор, по которому Новгород стал неотъемлемой частью земли русской. Символично, что рядом с этим местом в XX веке расположилось мемориальное немецкое военное кладбище. В своём доме на набережной реки Перерытицы Достоевский работал над созданием бессмертных произведений «Братья Карамазовы, подросток, бесы» и «Дневник писателя». Именно «Старая Русса» стала прототипом местодействия романа «Братья Карамазовы», а сам дом Достоевского является копией усадьбы отца Фёдора Карамазова. Анна Григорьевна, супруга писателя, писала о том, что это была скорее не дача, а большая помещичья усадьба с огородом, тенистым садом и хозяйственными постройками. Мы знаем, что здесь выращивали овощи, выращивали ягоды. И есть упоминание о том, что первый хозяин дома, Александр Карлович Грибе, угощал детей Достоевских с пелой клубникой. Мы помним, что сад Фёдора Павловича был обсажен с четырёх сторон деревьями, яблонями, клёном, липой, берёзой. В ночь убийства старика Карамазова его старший сын Митя прибегает к нему на усадьбу, заглядывает в окно Фёдора Павловича в поисках грушеньки, и перед ним кусты сирени и красные яркие гроздья калины. В текстах Фёдора Михайловича мы находим упоминание о берёзе. В главе «За коньячком» Фёдор Павлович в разговоре со своими сыновьями, Иваном и Алёшей, произносит следующую фразу. «Русская земля крепка берёзой, Истребят леса, пропадёт земля русская». И вот в этом высказывании Фёдора Павловича есть глубокая авторская мысль, восходящая к идее о самобытности российского государства. И здесь берёза выступает как образ русского народа, душу которого истребить невозможно. В 1873 году Достоевский в дневнике писателя анализирует полотно архипа Куинджи «Вид на Валааме». Достоевский в своём отзыве говорит, «Вот, например, эти две берёзки в пейзаже «Вид на Валааме». На первом плане болота, на заднем лес, Оттуда туча не туча, но мгла, А на середине, между лесом и вами, две белые берёзки, Яркие, твёрдые, самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного? А между тем, как это хорошо! Достоевский пишет о том, что иностранец не поймёт так вот эту картину, как наш русский человек. И здесь снова возникает перед нами образ берёзы как символа русской земли. В 70-е годы XIX века наш город был торговым, и Фёдор Михайлович и его семья довольно часто посещали центральную торговую площадь Старой Руссы, где местные и приезжие купцы представляли свой товар. И среди прочих изделий, конечно же, были изделия из бересты. Это всевозможные короба, шкатулки, сосуды для хранения сметаны и мёда. Очевидно, вот эти изделия могли пригодиться Достоевским в быту. В России около 70 видов берёз, а подходит для ремесла всего несколько. Вот эта называется по науке пушистая. У неё ствол ровный, беленький, ветки высоко радостно поднимаются кверху, и ствол слегка пушится. А, например, вот здесь, если посмотреть, вот тоже берёза называется по науке бородавчатая. У неё ствол сплошных наросток, с неё ничего не сделаешь. Есть очень любопытная деталь в одном из писем Анны Григорьевны, Достоевской супруги писателя, которая рассказывала своему мужу о том, что, пребывая в Старой Руссе, она с детьми купила веточки берёз для того, чтобы украсить комнаты этого дома. Мы знаем, что традиция украшать берёзками комнаты дома восходит к празднику Троицы. Вот как раз это письмо Анна Григорьевна пишет накануне этого святого дня. После Троицы во время сокодвижения образуется новый слой коры у берёзды. Но он нежный, слабенький, и надо подождать после окончания сокодвижения полторы-две недели, чтобы новый слой закрепился. Ну вот, после Троицы как раз и заготавливать. Одно из любимых времяпрепровождений Фёдора Михайловича в Старорусской усадьбе было чаепитие с детьми. Чай считался семейным напитком. Мы находимся в гостевой комнате. Здесь когда-то Фёдор Михайлович угощал своих чаем. По утра Фёдор Михайлович всегда любил пить чай со свежими калачами. Калачи с удовольствием ели и детки. Фёдор Михайлович любил угощать детей всегда курагой, обязательно черносливом. В доме Достоевских очень любили изысканную посуду. Семья не упускала возможности пополнить коллекцию новой фарфоровой безделушкой. Анна Григорьевна любила кузьмецовский фарфор, любила заграничный фарфор. И Фёдор Михайлович всегда Анна Григорьевна старался баловать. Возвращаясь из заграничных путешествий, Фёдор Михайлович всегда что-то Анне Григорьевне привозил. Что касается цвета, есть одна история из записной книжки Анны Григорьевны о богемском тёмно-вишнёвом хрустале, который за границей Достоевский выторговывал для своей жены и своего дома в Старой Руссе. «Вера – это красный цвет», напишет Фёдор Михайлович в записных книжках, подготовительных материалах к дневнику писателя в 1876 году. Фраза, ставшая уже крылатой, а не выпить ли сперва чайку. Вот эту фразу произносит следователь Нелюдов, который приезжает в городок Скотопригоневск специально для расследования дела об убийстве Фёдора Павловича Карамазова. Или «Любите животных, любите растения, любите всякую вещь из получения старца Зосимы. Без радости жить нельзя» из рассуждений Мити Карамазова. Я думаю, что каждый найдёт свою любимую цитату Фёдора Михайловича из текстов его романов. И, как мне кажется, вот эти кружки станут очень хорошим подарком для ценителей эстетики русской старины и русских культурных традиций. Иными словами, благодаря «Берёсте» мы сохраняем память о прошлом. Этот уникальный исконно русский материал актуален и в наше динамичное время. «Берёсте» 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 Субтитры создавал DimaTorzok